Собственно, коллеги, я бы предложил начать нашу сегодняшнюю работу. Как вы помните, вчера и сегодня утром было обсуждение по поводу необходимости организации взаимодействия групп. Сегодня утром от группы Министерства развития энергетики было сделано предложение по поводу организации этого взаимодействия на пленуме в формате круглого стола. Вот мы это дело организовали. Я так понимаю, что работа будет направлена на то, чтобы упорядочить наше взаимное движение на игре. На фоне поступающих внешних угроз и агрессивной политики западных стран перед нами как никогда остро стоит вопрос развития страны в максимально сжатые сроки. Мы должны обеспечить максимальную мобилизацию всего общества, осуществить техническую революцию, прорыв в развитии страны. Но развитие страны невозможно без развития энергетики, тесно переплетенной со всеми отраслями промышленности. Но анализируя все пороги энергетические барьеры, мы пришли к мнению, что развитие энергетики, в свою очередь, невозможно без создания единого центра, способного организовать взаимодействие между группами для достижения целей развития, построения коммуникационных связей. Таким образом было организовано Министерство развития энергетики. Презентацию наша не включена, я запомню. Надо включить презентацию. Отвечая на те вопросы, которые сегодня переставлены были перед нашими всеми группами, мы скажем, что место группы энергетики в создании образа будущего – это запуск развития энергетики как составляющую часть развития всей страны. И мы прилагаем для других групп себя, Министерство развития энергетики, как организатора взаимодействия между нашими группами для развития энергетики, для налаживания коммуникационных связей между нами. Таким образом, раз мы это проводим все в формате круглого стола, мы будем считать себя каким-то экспертным советом, что ли, результатом работы которого должен родиться такой документ, как соглашение взаимодействий групп в рамках осуществления шага развития страны. И для того, чтобы каждая группа сейчас высказалась в свое групповое самоопределение, как группа видит себя, какое место в развитии, в видении будущего. Я думаю, сейчас каждая группа выскажется против часовой стрелки. Начнем с группы ДОМ. Значит, в ходе сегодняшней работы мы выявили задачу нашей группы – это формирование общей деятельности групп для развития. Значит, и также мы выявили свое место практически с самого первого дня и с каждым днем развивали, и это место группы ДОМ в общем образе будущего. Значит, это действующая сила ДОМа человека. Человек имеет активную позицию, значит, да, он действует для развития чего-то, и человек придает смысл развитию, ну и человек побуждает взаимодействию. Значит, что мы будем делать для достижения вот этой поставленной задачи? Мы будем предлагать, значит, взаимодействие, добиваться взаимодействия, сотрудничать с Министерством развития для выполнения задач. Ну и мы видим вот образ будущего. Это то, что относится к сегодняшней теме. Значит, образ нашего будущего – это идеальный дом. И для достижения этого нужно создать, значит, вот новую структуру – это Министерство развития. Ну тут, в принципе, все видно из формулы, что все эти пункты приводят к развитию страны. И группы непосредственно связаны друг с другом. Это, в принципе, у нас есть на схеме. Мы можем ее показать. Значит, у нас вот есть такая вот схемка, где мы, значит, отметили каждую из групп, да. Тут нет какого-то определенного, да, взаимодействия между какими-то группами. Тут все группы связаны друг с другом. То есть тут паутина, так сказать, да, вот это. И мы, допустим, рассматривали все, ну, относительно дома, да. И именно дом вот этот дает спрос, за счет спроса придает смысл развития других групп. Вот. И это неотъемлемая часть, в общем. Наша группа, ну, нужна вообще в принципе. Комментарий такой небольшой. Может быть, как предложение. Давайте, наверное, каждая группа по первым двум вопросам выскажется. По первым двум вопросам выскажется. А по третьим вопросам мы чуть позже вернемся. И как бы уже, чтобы к тому документу, о котором мы говорили, перейти в принципе. То есть мы сейчас скажем, какое место группы в создании образа будущего. И что вы можете предложить для других групп. Мое предложение выступить в каждой группе отдельно. И после выступения, если будет у кого-то вопрос, можно их заслушать. По одному, по два. Либо после выступлений. Тут просто, что касается темы дня, да, вот это вот, как будущее, вот это видение будущего, да. Мы не можем же его сейчас сформировать, потому что нет вот этого общего взаимодействия пока. Мы можем только так размыто, так сказать, да, его вот каждый выдвинуть. И это все равно надо уже обсуждать будет после того, как вопросы какие-то будут намечены. Мы уже после этого только сможем прийти к этому. Коллеги, предлагаем по докладу, с выступлений доклада сразу вопросы и суждения. То есть мы к такому же формату, как бы, приходим, может быть, к которому и планировали. То есть с каждой группой отдельно отрабатываем и пошли по кругу. Собственно, получается, вы это организуете, поэтому, дескать, в общем, как вам кажется… Нам необходимо включить просто нашу презентацию, может быть, есть возможность где-то еще на один, да. Пока настраивают у нас… Какие вопросы? Какие вопросы? Ну, сначала на понимание, наверное, группе ДОМ. Коллеги, какие вопросы есть? Вы показали схему очень паутинистую, и из нее я не поняла. Вы определяете себе, как… Себе центральное место отводите? То есть, судя из вашей цели, которая была заявлена. Исходя из этой паутины, тут нету никакого центра. Понятно. Хорошо, тогда у меня еще один вопрос. Готовы ли взять на себя ответственность группа ДОМ по формированию активной жизненной позиции у своих членов, домашних, населения? Ну, по поводу домашних членов и всего прочего, тут, наверное, это и есть задача, в принципе, ДОМ. Активная жизненная? Да. Да, я сказал. И все чаще у вас стало звучать понятие умного ДОМа, и хотелось бы понять. То есть, вы признаете, что возникла, назрела даже необходимость в инновациях, ну, на бытовом уровне? И самое главное, есть ли у вас ресурсы, и готовы ли вы применять эти инновации? Да. Еще вопросы на понимание коллеги? Я, честно говоря, так и не понял, какое место занимает группа ДОМ в этом, значит, гипотетическом образе будущего и в системе взаимодействия с другими группами. Так и не понял. Нет, отвечать, может быть, не обязательно. Причем, я не знаю, как вот, вот мы сейчас заслушиваем как бы доклады в обычном режиме, да, для раскачки, да, то есть вопросы, осуждения, а потом переходим типа к свободному обсуждению, в рамках которых мы на третий вопрос, да, и там какие-то моменты можно будет снова извлечь, да. Вот вы подумайте, пожалуйста, тогда к этой третьей фазе над ответом на этот вопрос, ладно? Вот это вчера схема, которая вот, взаимодействие мы показываем со стороны, как бы, относительно Министерства развития энергетики, и мы очень надеемся, наверное, что сегодня в результате нашей работы вот эти стрелки, они появятся, или появятся, или должны появиться, не только относительно, но еще относительно всех остальных групп. Да, сейчас, кстати, у нас целое же министерство, поэтому заместитель министра развития энергетики по улучшению качества жизни Антонина расскажет видение Министерства развития энергетики, взаимодействия с группой ДОМ. Мы сегодня целый день работали над тем, что же мы готовы предложить, и как мы видим взаимодействие с группой ДОМ по улучшению качества жизни, ну, собственно, чем я буду заниматься. Это предложение, поэтому группа ДОМ, прошу обратить внимание, если будут вопросы, несогласия, ну, нужно это обсуждать. Первая колонка — это то, что мы ждем от вас, как группы ДОМ. Вторая колонка — что мы предполагаем по своему мнению, что же мы готовы вам предложить, и что же вы ожидаете от нас. Итак, мы ждем от вас повышения престижа инженерии, и не просто инженерии, а рабочих профессий. То есть, на наш взгляд, формирование определенной идеологии, оно возможно только в семье. И не только в семье, но основополагающая, пожалуй, здесь семья. Вот поэтому мы просим обратить вас внимание в своей семье, в своем доме на этот аспект. Далее — повышение энергетической грамотности. То есть я не случайно спросила, да, вы заявляете об умном доме и прочему, но мы бы хотим, чтобы вы использовали уже имеющиеся технологии. То есть это приборы учета, датчики движения. То есть оцените, насколько сейчас вы активно это внедряете, и посмотрите направление. Далее, что мы предполагаем, что вы ждете от нас и хотели бы от вас получать. Это запрос на инновации. То есть если вы определите, что у вас есть конкретная нехватка инновационных технологий, конкретные вопросы по качеству жизни, мы готовы это обсуждать, готовы вас выслушать, и возможно учесть ваши пожелания в общей концепции, которую мы сформируем. Далее это скорее вопрос к вам, необходимы ли вам социальные программы. Достаточно ли социальные программы, которые существуют, работают ли они, нужно ли их совершенствовать и в какой области. То есть мы обсуждали, возможно, пенсионное обеспечение семей, члены которых заняты в энергетике. Ну, тоже просим подумать в этом направлении. И, ну, тоже в качестве запроса, это запрос на экологичность и качество энергоресурсов. То есть достаточно ли оно для вас? Если нет, то в каких аспектах тоже готовы обсуждать и готовы слушать ваши предложения. Почему считаете, что повышение престижа ИТР – это исключительно проблема группы ДОМ? То есть мы далее будем говорить, что это комплексная задача, и иные группы тоже должны над этим работать. Но мы считаем, что группа ДОМ также, помимо прочего, должна сакцентировать на это внимание. Тут, исходя, значит, вот из ответа на этот вопрос, повышение престижа ИТР, мы не увидели в образовании развития личности какую-то конкретную структуру приведенную, где именно формировалось бы создание в ДОМе, какую часть она занимает. Вот когда мы это увидим, тогда мы сможем повысить престиж ИТР. Я думаю, что это вопрос к вам, за счет какого ресурса и сможете ли вы это сделать. Да, нет. Мы сможем. Нам нужна вот именно вот эта вот часть какая-то, что ли, какую она будет занимать в структуре развития. Для чего она нужна? Да. Ну, я думаю, что это вопрос не сегодняшнего нашего обсуждения. То есть мы, когда соберем все ваши готовности и пожелания, мы сформируем, для чего и вообще к чему все мы стремимся. То есть нам нужно сейчас понимать, что вы готовы делать и что вы считаете возможным делать. Я так понял, что, вернее, правильно ли я понял, что повышение престижа ИТР – это запрос Министерства развития энергетики к группе ДОМ. В том числе, да? Понятно. И также второе повышение энергетической грамотности, да? Ясно. Здесь, может быть, ну, в том числе нужно, но, наверное, нужна какая-то мера. То есть насколько, сколько, потому что это не наука образования, допустим, или образование личности, как вот коллега сказал уже. Может быть, корректировку внести, вот тоже подумайте, меру в какой-то мере. Здесь не говорится исключительно о том, что это формируется в семье. Как Нина об этом говорила, то есть статус, популяризация вот этих вот, чем мы считаем, в том числе и рабочих, и инженерных, и рабочих в энергетике, оно должно происходить на всех уровнях. Начинаться должно в том числе и с семьи. Поэтому мы дальше увидим, когда с другими группами будем обсуждать, наверняка будет впечатление, энергетическая грамотность должна начинаться в семье. У нас сегодня включил свет, везде ушел, никто об этом не думает, кто не считает. Это неправильно. Энергетехнологии никто внедрять не хочет. Может быть, кто-то не знает, да, не видит выгоду, еще какие-то стоят препятствия. И поэтому это все должно было начинаться с семьи. У меня обращение, пользуюсь форматом круглого стола, одновременно к группе ДОМ и группе Министерства. Возникает ощущение, что перечень запросов от Министерства к группе ДОМ не является исчерпывающим. Может быть, стоит подумать и расширить его? Мне тоже расширить, кажется, в сторону, но как бы на границах, что ли, энергетики и других социальных вопросов и задач. А то как-то очень уж узко. Ведь как бы само по себе развитие энергетики, ну, с моей точки зрения, бессмысленно. Это инфраструктурная отрасль. Следовательно, для того, чтобы энергетика развивалась гармонично и способствовала развитию того, что она обслуживает, значит, где-то вот на границах как бы вот этой обслуживающей инфраструктуры и обслуживаемой структуры какие-то, может быть, дополнительные сферы. Взаимодействие, вот, хотелось бы видеть. Это трудный такой вопрос, я понимаю. Я бы тоже, если можно, хотел задать вопрос на понимание Антонине. Вот я правильно понимаю, что, чтобы спасти страну, дом должен, так сказать, сделать вот эти две вещи, увеличить, собственно, попысить, получается, престиж ИТР и энергетическую грамотность. Я правильно понял, что вот чтобы спасти страну, нужно вот это сделать? Мы рассматривали, чтобы спасти энергетику, в первую очередь. То есть для того, чтобы спасти страну, я думаю, что у дома гораздо больше задач, они о них говорили на своих первых двух выступлениях. Поэтому мы рассматривали применительно к энергетике, но ваше суждение мы учтем и подумаем в этом направлении. Пожалуйста, просим группу общественной организации. Общественная организация – это некоммерческое объединение инициативных граждан, созданное для защиты и представления интересов общества, то есть, например, таких, как группы дом. Цель общественной организации – это создание условий, способных повлиять на развитие энергетики и страны в целом. Сегодняшний круглый стол вам как первый шаг к доказательству. Принципы работы нашей группы и вообще концепции – это формирование сознания людей, образа новой энергетики России. И второе – организация диалога между обществом и действующей властью. Следующий слайд, пожалуйста. Образ будущего новой энергетики – это безопасная и доступная энергетика без ограничений. А теперь следующий слайд и немного расшифруем, что мы имели в виду. Значит, это матрица образа будущей энергетики России. Разбита на три колонки. То есть, безопасная энергетика – это экологическое производство. Расшифровывать, думаю, в этом докладе не буду, но если будут отдельные вопросы, могу ответить. Значит, экологическое производство, возможность безопасной эксплуатации и безопасное потребление, о чем говорили в группе дом. Доступная энергетика – это низкая стоимость тарифов потребления электроэнергии и низкая стоимость на технологическое присоединение. Кратчайшие сроки технологического присоединения. Наличие источников питания и свободных мощностей. Колонкой без ограничения мы написали, что это возможность доставки электроэнергии в любую точку России. В нескольких суждениях своих мы даже угадали пожелания группы дом. Возможность организации диалога, то есть сегодняшнего круглого стола. При организации диалога общественной организации, площадка, на которой будет проводиться диалог, в итоге будет способствовать созданию консолидации усилий, обмена идеями, объединением ресурсов и материально-технических ценностей, привлечением кадрового потенциала и дальнейшей реализацией совместных действий для развития энергетики России. Следующий слой, пожалуйста. Цель организации диалога, то есть общественная организация, выступает инициатором диалога между обществом и действующей властью, либо другими представителями общества, в формате круглого стола, для обмена мнениями с целью трансляции интересов общества и действующей власти, или другими представителями общества, и закреплению общего решения в протоколе для дальнейших действий, о чем сказал Сергей Алексеевич, министр развития энергетики. То есть, решив маленькую задачу, мы решим глобальную проблему в масштабах России. Далее, следующий слайд, пожалуйста. Состав общественной организации. Немного поясним на словах. То есть, наш образ видения будущей общественной организации, то есть, будущей вообще, то есть, общественная организация, которая состоит из лучших инженеров, специалистов, общественных деятелей, решающих новые вызовы, потребности и задачи для развития энергетики страны в целом. Следующий слайд, пожалуйста. Мы также нарисовали схему небольшую. А здесь, вот как вы видите, в левом, внизу дом, группа дом, да, то есть, либо это общество, делает некий запрос. То есть, здесь уже, вот где общественная организация, это то, о чем я говорил ранее, то есть, состоящая из лучших инженеров, специалистов, значит, общественных деятелей, да, то есть, после того, как запрос поступает в данную общественную организацию, общественная организация, состоящая из разных групп, то есть, на примере нашей игры сегодняшней, состоящая также из науки развития, образования личности, энергетики будущего, технологического превосходства и группы общественной организации. Врабатывает как какой-либо некий проект. Ну, наверное, в формате сегодняшней игры это, наверное, будет соглашение взаимодействия групп, о чем также предугадала группа Министерства развития энергетики. Далее этот проект отдается Министерству развития энергетики и в какой-либо части дает указания для ее реализации, то есть, этого проекта. На примере мы, то есть, она как бы, группа дает задание группе энергетика будущего, назовем условно компанию по разработке каких-либо новых технологий, например, для группы дом, которая так и хочет себе проект умный дом. То есть, результат. Увидели, да, всю цепочку. Я хотела уточнить, правильно я понимаю схему, что вы исключаете возможность прямого взаимодействия дома с Министерством развития энергетики, тем самым лишав меня работы. Нет, мы не исключаем такой возможности. Спасибо. Скажите, вы не планируете придумать название для своей организации? Константин, наука развития. Вот там вначале было определение общественной организации будущего. Где-то так, ну оно прям так звучало. Сам, сам, в самом начале вообще там, первый слайд, по-моему. Вот. Ну и как бы, а чем оно нынешних отличается от общественных организаций? Вот, ну, такое суждение. То есть… Отвечу сразу, если можно, да. Значит, чем отличается тем, что общественно, данная общественная организация, состоящая из именно инженеров и спецов техноарей, да, то есть будет работать именно на развитие энергетики. Берем на себя именно роль консолидации общественных усилий, понимаете. То есть в эту общественную организацию будет входить не только инженеры-электрики, да, там какие-то, но также и архитекторы, конструкторы в области энергетики, строители там, общественные деятели, потому что, представьте, сколько у нас субъектов в федерациях муниципальных образований, как-то нужно координировать это действие. Поэтому мы готовы взять на себя роль именно в консолидации и управлении всеми этими процессами, но в тесном сотрудничестве с Министерством развития энергетики. Правильно я тогда поняла, что у вас будет такая общественная организация, которая будет включать в себя рабочих инженеров, их архитекторов, и все тому подобное. А Министерство развития энергетики для вас будет как судья. Вы своей общественной организацией будете принимать какие-то решения про движение, приходить в Министерство развития и спрашивать, уважаемый, а это реально или нет сейчас делать в нашей стране? То, что касается работы, ведь само слово, да, то есть название, общественная организация, это не догма какая-либо, чтобы именно эти технологии или там предложения внедрять. Ведь мы готовим предложения для реализации, а Министерство развития энергетики совместно с другими ведомствами, подведомствами их министерству рассматривают предложения и принимают решение, внедрять или нет. Я бы хотел спросить тоже, извините, пожалуйста, вопрос на понимание вот к тому же вопросу, который задавала Лиза. Вот я правильно понял, что общественные организации готовы на себя брать те задачи, которые, в общем, ускользают пока что от, собственно, Министерства развития? Я правильно понял, что вы, так как у вас сил много, то вы видите эти задачи лучше, и вы готовы их, собственно, брать, а потом, например, отдавать их в Министерство развития, например? Вы неправильно поняли? Неправильно? Нет. А как? Значит, мы не можем говорить о том, что Министерство энергетики чего-то там не видит, чего-то не знает, чего-то не слышит, да? Мы говорим о том, что мы предлагаем создать общественную организацию, в которую будут входить лучшие инженера. Понятно. По России. Представляете, сколько человек? Ну, допустим, примерно больше 150 тысяч человек. Их же всех нельзя включить в ведомство, в министерство, правильно? Да. И вот я правильно понял, что вы готовы с помощью них, собственно, получается, брать на себя какие-то задачи, которые могло бы решать Министерство энергетики, но до которого у него, условно, пока что не доходят руки. Я правильно понял? Готовы решать. Да. Организовывать. Понятно. Но я бы не говорил, что Министерство развития энергетики не доходит руки. Ресурсы, может быть, не позволяют. Понятно. Спасибо. Правильно тогда я понимаю, что вы как будто бы снимаете с себя обязанность решать какие-то вопросы энергетики, а только предлагать какие-то инициативные идеи Министерства развития энергетики, и они будут как-то дальше это продвигать. Нет, неправильно поняли. Можно, да, тоже спросить по поводу, например, конкретного примера, то есть с отсутствием электроэнергии. То есть это получается какое-то, как Константин науковое развитие, это получается какое-то проектное агентство или что, только работающее за бесплатно или как? Потому что, ну, то есть вот проект есть, то есть надо создать проект, там инженера собрались лучше, на добровольных началах что-то создали и потом предложили Министерству развития или как? Ну, вот части проработки, решения, да, то есть как предложения, то есть мы можем, да, то есть подготовить какое-либо предложение, какой-либо проект, да, в части бесплатно или платно, то есть мы не обсуждали это, честно говоря, но это общественная реализация, которая на общественных началах, и так уже понятно. Ну, вот то, что касается отдаленных точек территории, да, то есть как сказал мой коллега Андрей, почему бы нет создания проектов беспроводного, беспроводного передачи электроэнергии на принципах Тесла, почему бы и нет, это же мечта. Можно последний вопрос к вам? Уважаемые коллеги, я попрошу, Лиза, секундочку, давайте мы, наверное, сейчас покажем как бы еще и наши видения, просто я боюсь, что некоторые вопросы будут повторяться, и мы как бы увидели уже две картины, может быть, какие-то части вопросов снимется, а где-то может быть и добавится.